Всем привет! В эфире городского телеканала ЮТВ Афиша. Впереди нас ждет целых четыре выходных дня. И как провести их здорово, расскажу вам я, Недорезова Ольга. 5-6 мая в 9 часов вечера на городском пляже реки Ура, улица Набережная, состоится фестиваль водных фонариков. Вход туда свободный, вас ждет романтическая атмосфера, трогательная музыка. В общем, все будет сказочно. 6 мая в 11 часов утра возле ТРЦ КИД состоится открытие чемпионата АМТ Евразии 2017. Вы можете как и поучаствовать в нем, так и просто прийти посмотреть на красивые машины. 6 мая в 2 часа дня на парковке Шаттл состоится Всероссийский фестиваль красок. Будет очень крутая музыка, будет веселье, будет много народу. Приходите все, вход свободный. А тем, для кого лень не просто слово, а кредо по жизни, я советую прийти 6 мая в 4 часа дня в парк Перовского. Там будет лень. Лень – это веселые посидевочки на траве под хорошую музыку. Конечно же, вход свободный, и я советую вам приходить не одному, а в компании друзей. 7 мая в Армаде в галерее номер 4 будет проходить выставка настоящих живых бабочек. Почему туда стоит пойти? Хотя бы потому, что когда последний раз вы видели красивых живых бабочек, которые бы летали вокруг вас. Я думаю, это стоит того. Тем более, что цена за все это не слишком-то и высокая. 9 мая в 9 часов утра в центре города будет праздноваться День Победы. Прийти туда, конечно же, стоит, чтобы проникнуться духом патриотизма, ну и, конечно же, потому, что это великий праздник. А уже в 6 часов вечера на проспекте Победы 79 будет формироваться бессмертный полк. Чтобы в нем поучаствовать, достаточно просто прийти и принести с собой фотографию или портрет бабушки или дедушки, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Пройдет это шествие вниз по Победе до улицы Рыбаковской. А потом в 10 часов вечера можно будет посмотреть праздничный салют. Это были мероприятия. А теперь поговорим о фильмах, на которые стоит сходить в эти выходные. Глаз живы. Тот, кто владеет им, владеет целым миром. Наши локализаторы назвали этот фильм «Доспехи Бога-4» в поисках сокровищ. Однако к серии «Доспехи Бога» этот фильм не имеет никакого отношения. Его оригинальное название – кунг-фу-йога. Китайский профессор археологии Джек совместно с профессором из Индии и ассистенткой пытаются найти сокровища Магатты. В Тибесской ледяной пещере они обнаруживают останки королевского войска, которое пропало вместе с сокровищами. Но в это время на них нападает Рэндалл, потомок предводителя бунтовавшего войска. После того, как они освободились из плена, они отправляются в Дубай, где с аукциона планируют продать бриллиант из ледяной пещеры. После череды неудач и откровений о прошлом, Джек и его команда добираются до храма в Индии, где используют бриллиант как ключ к настоящим сокровищам. «Химия и яды» – твой профиль. Действуй, Володь. «Три дня до весны» российский фильм режиссера Александра Касаткина. Картина выйдет в прокат 4 мая 2017 года к 72-летию со Дня Победы. В его основе детективный сюжет. Вражеские диверсанты планируют чудовищную операцию. В голодающем и замерзающем Ленинграде через черный рынок они хотят распространить продукты, зараженные смертельными вирусами. Утечка уже пошла. Массовую эпидемию сдерживают лютые холода, но приближается весна, а оттепель, а вслед за ней – катастрофа. Предотвратить ее должен офицер НКВД Андреев. Помогает ему врач Марицкая. Я выполнила свою работу. Судьба вселенной на твоих плечах. Запомни главное. Не вздумай нажать на эту кнопку. Потому что тогда сдетонирует бомба и всех нас поджарит. Теперь повтори, что я сказал. Нет! Это кнопка, которая всех нас убьет. Также в прокат выходит «Стражи Галактики. Часть вторая». Это второй фильм режиссера Джеймса Ганна, снятый по одноименным комиксам Marvel. И это вновь остроумное кино, не похожее на другие картины о супергероях этой вселенной. Во второй части «Стражи Галактики» помогает Звездному Орду найти отца. В российский прокат фильм выйдет 4 мая. Также нам обещают очень хорошие пять сцен на финальных титрах. Поэтому сидите до конца титров, оно того стоит. Она взяла и открыла всем твою самую страшную тайну. Чувак, успокойся, она ничего не знает обо мне. Увидела мысли твои срамные. Давай меня, меня теперь проверь. Это была Афиша в эфире городского телеканала ЮТВ. С вами была Ольга Недорезова. Отдыхайте правильно, участвуйте в жизни города. Увидимся на следующей неделе. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова